КОНЕЦ На данное учение были привлечены все силы средства города Шинген, то есть ирригационная служба, ЛДД Турмоз, оперативный спасательный отряд, ГУС служба по повышению и аварийно-спасательных служб и другие. То есть были привлечены более 80 человек личной заставы и более 20 единиц техники. Тема данного учения это готовность органов управления, а также аварийно-спасательных служб при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зимний период. Свою выучку продемонстрировали водные спасатели оперативного отряда департамента ПЧС. Согласно легенде, один из местных жителей упал в реку и за считанные минуты водолазам предстояло извлечь его из воды. В ликвидации последствий разбушевавшейся стихии техническую поддержку сотрудникам чрезвычайных служб оказали коммунальщики. Они незаменимые помощники в любом ЧП. У нас в ликвидации насчитывается 70 человек. Две автоцистерны, два КАМАЗа, четыре ГАЗ-53. Есть МАЗы. И экскаватор, он как раз сейчас работает. В этом году весной были подтопления. Были подтопления и осенью. Но чтобы в будущем их избежать, мы расчистили наши основные городские водоемы. Каналы Янгичек, Карасу, Шимкен и реку Кочкарата. Поэтому надеемся, что сильных подтоплений избежим. Со всеми поставленными задачами чрезвычайные службы справились в рекордные сроки. Уже через 20 минут сотрудники ЧАЭС доложили городскому руководству о полной ликвидации последствий наводнения. Даня Худайбергенов, Бахтиар Ташпулатов, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова